Девушки отдыхают У нас выбора не было. Они бы напали на нас и было бы все в 10 раз хуже. Путин 8 лет тянул. 8 лет. Вот деноцификация. Процесс многослойный. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Девушки отдыхают То есть, если так называются некоторые непредусмотренные неожиданности, которые разворачивают весь ход вещей в чёрт знает какую сторону, То у нас нет. И лебедь был заботливо выращен в инкубаторе. И в чёрный цвет его красили кисточками специально отряжённые люди. И полетел он, так сказать, вслед за предводителем стерхов. Так что это лебедь какой, надо лебедь. И вот летит он, милые мои, вот что началось сейчас. Вот сегодня идёт, то есть совершенно слово «нормальный язык» отказывается произносить «война». И появляются мнения, а вот вы знаете, когда она закончится победой, то всё будет отлично. Потому что мы опять соединимся по-братски, ну если не все, то почти все, конечно, с Украиной, с Белоруссией. И вот будем строить новый СССР. Ну, может быть, не такой социализм, как был, но мы возьмём всё лучшее, а худшее не возьмём, и всё будет прекрасно. Опа! И тут становится понятно, зачем откуда у нас Николай Николаевич Платошкин, который левой рукой за социализм и СССР, а правой рукой за войну? Ну, зачем у нас Спицын, который, да-да, конечно, железные когорты, вслед за знамёнами со Сталиным? И Андрей Фурсов, который во многом ведь хороший историк. Но взгляды, что касается сталинизма, социализма и СССР, ребята, вдруг всё как-то проявляется. И вот эти мысли, что всё будет хорошо, да-да, всем привет от Михаила Евгравича Салтыкова-Щедрина. Всё-таки человек был государственный, губернаторские функции понимал. И даже находились горячие умы, предрекавшие расцвет искусств под присмотром квартальных надзирателей. Так что всё будет хорошо. И у нас что будет? Опять границы, железный занавес по этим границам, цензура, единомыслие. Ну, житьё будет, конечно, скудноватое. Мы импорта заменим своим, чужое уже заменяли. И вот за этим самым железным занавесом, радостно, и тогда начинают возникать какие-то возражения насчёт фашизма. Но про фашизм мы ещё погодим про фашизм, потому что мы поговорим про перспективы. Два слова про наши лучезарные перспективы. Отмечалось, что ежели России не помогла нефть по 100 долларов, потому что всё равно всё разворовывалось, всё вывозилось, плитками мастилась Москва за годом, год, ежегодно, а в результате больниц делалось меньше, школьные программы скудные, ну и так далее, так далее. То, похоже, уже ничего не поможет. Вы понимаете? Если мы взглянем, вы знаете, вот маленькая-маленькая выборка, простите за маленькую выборку. Вот страны, площадь, квадратных километров. Россия – 17 миллионов 125 тысяч. То есть осталось почти всё от Советского Союза, который был 21 миллион с чем-то, но Российская империя достигала 22, там, понимаете, Финляндия, Польша отвалилась. 17 миллионов 125, понимаете, тысяч. Да вы что? Вот Америка – 9 миллионов 525, Китай – 9 миллионов 599 тысяч километров. То есть Россия по площади в два раза почти больше, хоть Америке, хоть Китая, и хоть она практически равна им обоим вместе взятым. То есть земли у нас дофига. По численности населения на этой земле у нас немного хуже и продолжает делаться ещё хуже. Потому что если в Китае на своей земле, ну, цифры округлены, миллиард 400 миллионов человек, Америка – 333, допустим, миллиона человек, Россия – 146 миллионов. Это мы считаем как бы официально. И получается, что население России в 10 раз меньше китайского или в 2,5 раза меньше американского. Это уже некоторые трудности в конкуренции. При этом плотность населения, то есть то, что называлось в Третьем Рейхе, простите, жизненное пространство. Ну, для понятности, чтобы было где жить, где селиться потомкам, которых станет больше, где хозяйствовать. Вот в Китае на квадратный километр 140 человек, в Америке 32 человека, а в России 8,5 человек на квадратный километр. И Россия по площади населения, то есть по плотности, здесь правильно сказать, по редкости населения, или по плотности, занимает в мире 180 место из 194 государств. То есть Россия заселена очень редко на своей огромной площади. Это означает, народу мало, есть куда размножаться, не размножается, уменьшается. А что касается замечательной деятельности экономической, то вот вам ВВП. Причем в этот ВВП мы считываем, что и нефть, и газ, и титан, и алюминий, и все сырье на свете. И получается, тем не менее, что у Китая ВВП 25 триллионов долларов годовых, в Америке 21 триллион, в России 4 триллиона. Это получается во сколько? В шесть раз меньше китайского, да? И доля от мирового ВВП в Китае 18,5%, в Америке 16%, в России 3%. То есть здесь очень трудно быть супердержавой. То есть, понимаете, вот если по площади, то запросто, а по всему остальному, а вот что касается научной мысли, которая не дремлет, подается заявок на патенты. Это, по-моему, на 20-й год. В Китае это было 1 330 000 заявок в год, или 40% от всех мировых. То есть это Китай. Америка 522 000 заявок на патенты в год, или 16%. Россия 29 000, или 0,9% от одного процента. Это получается в 45 раз меньше, чем в Китае, или почти в 20 раз меньше, чем в Америке. Вы о чем говорите? Это с такими данными будем строить социализм, а это не в дюблай, повторяю, по 100 долларов, и сколько газ стоил, и сколько все остальное. И все это все прекрасно знают. Все это не внушает никаких радужных перспектив. То есть, понимаете, берите вы с собой социализм, капитализм, модернизм, архаизм, еще что-нибудь. Не получается, вы понимаете? Не получается. Вот почему не получается, и как это может быть связано с фашизмом, это момент очень интересный. Оно ведь шло как? Оно шло очень просто. С самого начала, смотрите у нас, простите, что я опять с самого начала, очень коротенько. Если мы возьмем конец 91-го года, начало 92-го года, какие были силы, которые стремились вперед по той дороге, которая была проложена? Бандиты, которые желали обогащения любыми средствами. Красные директора, партийная номенклатура, которые желали приватизировать страну, чтобы не просто распоряжаться, а была собственность передать детям и так далее. Третье – это новые бизнесмены. Хоть от комсомольцев, как Ходорковский, хоть от докторов наук, как Березовский, они тоже хотели быть богатыми, значимыми, рулить страной. Кто были? Годители реформаторов. Были чиновники. Потому что с помощью и посредством этих чиновников вся собственность, которая раньше называлась общенародной, раздавалась в эти руки, а именно грабителей, красных директоров и номенклатуры, и, значит, новых бизнесменов. Вот почему раздавалась? Потому что все эти четыре ветви были оплодотворены реформаторами, которые говорили, да, пусть все принадлежит самым сильным, самым жадным, самым хватким, неважно. Они разделят собственность, не допустят реставрации коммунизма, и тогда будет хорошо. И когда рухнуло все от шоковой терапии, простите, милиция осталась без денег, суды остались без денег, ну, армия осталась без денег, армия, ладно, отдельная история, но милиция, которая исполняет закон, она стала нищей, и она стала переходить в ряды обслуживания как бандитов, так и всех новых бизнесменов. Закон кончился, потому что на гроши зарплаты в 92-м, 3-м, 4-м, когда тебе предлагают котлеты денег, как говорилось тогда, устоять было трудно. И получается что? Что именно бандиты, красная номенклатура, новые абсолютно беспринципные бизнесмены, и силовики, милиционеры, и чиновники, которые с ними закоррешились. И вот вся эта абсолютно коррупционная схема, она легла в фундамент нового государства и в арматуру, которая вот вверх потянула все эти стальные прути и балки этой арматуры. Я повторяю, бандиты, красная номенклатура, новые бизнесмены, силовики и государственные чиновники, которые с ними со всеми были повязаны, потому что нахрена же жить на зарплату, если можно получать откаты. Совершенно естественно. И реформаторы, которые говорили, правильно, правильно, так и должно быть. Ну так надо ли удивляться, что году в 96-м было объявлено, что кончилось время свободного полета для редакторов и журналистов, ну и так далее, и так далее. Вот эта коррупционная схема, которая легла в каркас государства, привела к тому, что в 99-м году люди, которые выросли, взошли на этой закваске, как поганые грибы, грибница, которых высасывала страну, стали искать преемника президента. Президент к тому времени был несчастный, больной алкоголик после ряда операций на сердце, на чем угодно, который уже ничем не руководил и плохо что понимал. И рулили кто? А вот названные мною ветви они и рулили. И они стали выбирать кого? Того, кто будет наиболее покладистым, наиболее исполнительным. Мы об этом уже говорили. И они посадили его в то кресло, у которого были рычаги, с такими мультипликаторами в передаче, что туда мышь подпольную посади. И начнутся какие-то колоссальные движения от маленьких движений мышкиного хвоста. Они посадили. А потом стали говорить, а может быть у нас не все хорошо. Сначала удивился Березовский, потом удивился Ходорковский. Так все было хорошо и здорово. Но Ходорковский хоть жив остался, чего о Березовском сказать нельзя. И вот тогда гайки стали закручиваться сначала незаметно, потом заметнее, а потом с хрустом год от года. И вот тогда, когда маленькому человеку в большом кресле высоко-высоко, то есть 24 часа в сутки, 27 дней в неделю дудели, что он велик, что он прекрасен, что он мудр, что он всеми любим и так далее, вот тогда он и произнес в 2007 году мюнхенскую речь об интересах России, вместо того, чтобы на свалившиеся нефтяные доллары страну строить. нифига. Обогащались ближние, превращаясь в миллиардеров, ну и остальным миллиардерам разрешалось. Короче, в результате это превратилось в очень интересную конструкцию, потому что все, что принадлежит миллиардерам, на самом деле, получается, принадлежит государству, которое все более персонифицируется в одном человеке. Один человек говорит, значит так, миллиардов брось сюда, ты вот на это, а ты вот на это, а миллиардеры радостно говорят, да-да, я знаю, если что, отдам все. Ну правда, когда дошло до всего, они немного заколдобились. Было дело. И вот тогда, когда в стране возникает единомыслие, авторитарная власть, жесткая цензура, и начинается война, в которой не было никаких явных видимых поводов, и воспрещается слово против, и военные действия ведутся жесточайшим образом, когда сносятся города, гибнет мирное население, гибнут дети, возникает слово фашизм. Вот о фашизме мы сейчас немножко и поговорим. Понимаете ли, слово затерто, как пятак 19 века, и существует оно, понимаете ли, в целом ряде смыслов. Их нельзя смешивать, поэтому невозможно дать сразу одно определение, что такое фашизм. Существует фашизм, как некое расхожее бытовое понятие, где один мальчик другому расквасил нос, и тот кричит фашист, размазывая слезы и сопли. Это означает, за что же ему сделали больно и разбили до крови нос. А есть уроды-провокаторы из новых левых. Я забыл, как звали того парня, который любил закурить в самолете, и когда его начинали стыдить, потом отбирать эту сигарету, потом еще кто-нибудь по морде давал, то он пишет с наслаждением выпрыгнуть им в лицо слово фашисты. То есть они употребляют по отношению к нему насилие. То есть, если один говорит что-то такое, что другому сильно не нравится, и это сопряжено с каким-то насилием, с какой-то жестокостью, с каким-то, на словах, ущемлением прав личности, это уже можно называть фашизмом. Но, знаете ли, ущемлялось всегда. А ну, апофеозы этого всего, это 14 правил, 14 законов, как они называются, у фашизма Умберто Эко, Умберто Эко, говорили мы как-то, был прекрасным специалистом по эстетике предренессанса и ренессанса, вот, средневековья и возрождения. Он прекрасно разбирался в живописи того периода и так далее. Но как мыслитель, политолог, да простите, пожалуйста, не каждый, кто жил при фашизме, понял, на самом деле, на теоретическом уровне, откуда это все взялось. Так вот, одно это бытовое, я помню, как фашизм меня обвинил, давно-давно это было, Сванидзе, когда я ему сказал, это было лет 15 назад, чуть не 20, на какой-то телеговорильне, что существует этническая преступность и что есть народы, более склонные создавать преступные группировки, чем иные народы, вот, менее склонные. Это фашизм, сказал Николай Карлович. Нет, ну, мы с ним не ругались, у нас потом были прекрасные отношения, но вот это типичный, вот этот либеральный подход, как вы смеете такое говорить, что одни нации могут быстрее дать по морде, чем другие нации? Ну, да, могут, вы знаете, могут, вот, так что фашизм здесь ни при чем. Второе, понимаете ли, это фашизм, как политическое устройство, вот, чаще всего понимают, что это на уровне политическом и на уровне экономическом и на уровне идеологическом, а также на уровне военным и на уровне эстетическом. Видите, сколько уровней получается. То есть, на уровне политическом это авторитарная власть или диктатура, или тирания, короче, жесткое единовластие, желательно с культом вождя. Вот, и никаких отклонений. Это одна партия или в любом случае одна воля. Ну, как вы понимаете, Чингисхану не нужна была партия. Там и так было понятно, о чем речь. Можем ли мы называть Чингисхана фашистом? Ну, это слишком сложно, знаете. Это, понимаете ли, Саргон Великий был фашист, то и египетские фараоны были фашисты, это все бред. То это так мы размажем все, понимаете ли, по всему бутерброду. Ничего не получится. Но, да, имеется в виду, что есть вот такая и жестокость. Тоже мы до нее еще дойдем. Так вот, политически, это вертикаль сверху вниз и никто, чтобы не дернулся и строим. Поскольку в стержне сидит диктатура, вертикаль власти, которая, как стальной лом, тебя понимаешь, от пяток и до макушки, то, раньше или позже, когда агрессивная по отношению к любым раздражителям государства сталкивается с внешними раздражителями, то внутренняя агрессия превращается во внешнюю. Беспрекословность внутреннего устройства фашистского государства раньше или позже превращается в беспрекословность решения внешних вопросов или будет так, как я сказал, или я устраиваю войну. Вот в чем главный порог, недостаток, главная преступная сущность того, что мы можем назвать фашизмом. А прочее все выдумывать не надо. И вот таким образом почти все, почти все, не все все-таки, да, черты фашизма сформировались в России за 30 лет постсоветской истории. Мы не будем говорить о том, что есть какой-то страшный национализм, такой, как в Третьем Рейхе. Нет, этого, конечно, нету. Но если мы посмотрим не на слова, а на дела, то из беспрекословности внутреннего режима, который делался все более беспрекословным, возникла абсолютная, нерассуждающая, тупая, выходящая за рамки рационального, вот эта жестокость внешняя. вот до чего мы дожили. Вот почему нельзя в основании государства класть ложь, воровство и коррупцию, что было положено в основании российского государства с самого начала его создания. И объявлялось, что это хорошо и правильно. и люди, которые гордятся русской культурой, которые говорят, о, Толстого и Достоевского читают во всем мире, они не желают вспоминать об этой слезинке замученного ребенка, на которой нельзя строить мировое счастье. Вот эти объявляющие себя наследниками русской культуры сносят города и убивают детей. Для понятности того, как и сего произрастает фашизм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова